О спорте и культуре, медицине и образовании, инфраструктурных проектах и о многом другом. Каждую пятницу ровно в 18.00 в Троеточии программы о людях и событиях Мариуполя. Мы работаем в прямом эфире, дозвониться к нам в студию можно по телефону, который вы видите внизу экрана. Сегодня будем обсуждать грядущий день города, возможное повышение тарифов в коммунальном транспорте и помощь, которая оказывается детям-сиротам и домам семейного типа Мариуполя. Кирилл Попокитца, депутат городского совета, наш первый гость сегодня. Добрый вечер. Добрый вечер. 26 сентября, насколько я знаю, это на следующей неделе очередная сессия городского совета. В числе прочих вопросов депутаты планируют внести изменения в целевую программу, которая называется «Большая семья». Красноречивое название, именно эта программа призвана, сколько я понимаю, помогать детям-сиротам и домам семейного типа. Планируется внести изменения по двум направлениям. Первое направление – это выделение дополнительной материальной помощи для закупки жилья для детей-сирот. Скажите, пожалуйста, о каких суммах идет речь? Эта программа была изначально принята в феврале месяца этого года. И сейчас мы вносим изменения, вы правильно сказали. И эти изменения касаются того, что изначально программа была рассчитана на 8 миллионов, которые выделялись на приобретение жилья, 6 миллионов из которых планировал выделять город и 2 миллиона области. То сейчас это немножко поменялось и будет 16 миллионов на приобретение жилья и программа 50 на 50. То есть город выделяет 8 миллионов и 8 миллионов выделяет область на приобретение жилья именно детям-сиротам. Скажите, пожалуйста, в связи с чем поменялась ситуация? Почему появилась необходимость именно сегодня внести изменения и дофинансировать эту программу? В постановлении Кабмина мы обязаны его выполнять и в связи с увеличением государственной субвенции появились дополнительные возможности у городского бюджета. Также большой спрос, конечно, на приобретение жилья, за которым мы даже не успеваем и мы вынуждены немножко повышать. Скажите, вот 16 миллионов на эти деньги, эти деньги планируются освоить в этом году? Да, 20 квартир уже приобретено на данный момент и до конца года планируется приобрести еще порядка 45 квартир. То есть вот часть из этих 16 миллионов она уже освоена? Да, но эта программа начала действовать с февраля месяца, условно говоря. Общая стоимость этой программы, так сказать, 60 миллионов. И вот львиная доля этой программы, это, конечно же, приобретение жилья. И вот в течение года она уже в коей-то мере осуществляется. И до конца года мы планируем часть программы реализовать. Но следует сказать, что эта программа рассчитана не на один год, а до 2022 года. То есть согласно стратегии нашей Мариупольской 2021, что мы даем приоритет опеке над детьми. И в рамках этой программы постепенно мы приобретаем жилье и выполняем другие мероприятия. То есть 16 миллионов это вот на 65 квартир в этом году? Это вот на данный момент, да. А в следующем году уже будет отдельная история? В следующем году мы уже будем пересматривать дополнительно, исходя из финансовых возможностей. Скажите, есть сегодня какая-то конкретная цифра, сколько в Мариуполе детей-сирот нуждаются в жилье, собственно? По состоянию на январь 2017 года это было 846 детей. Сейчас порядка, наверное, около тысячи, потому что с каждым годом в Мариуполе около 150 детей остаются сиротами, либо без родительского попечения. Ну вот около тысячи детей. В этом году мы обеспечиваем жильем 65 детей. Есть очередь, конкретно вот этими вопросами занимается наш городской департамент по работе с активами и принимаются заявления. Также у них есть план, порядок всего этого распределения квартир, приобретения квартир. И согласно этому порядку постепенно приобретаются для тех или иных детей эти квартиры. Скажите, если знаете, очередь формируется в порядке того, кто первее подал заявление, или есть какие-то другие приоритеты? Есть другие приоритеты, различные обстоятельства и порядок детей, также на исполкоме городского совета голосуются тайным голосованием. То есть если есть какие-то острые обстоятельства, то дети могут быть внеочередно в очередь. Речь идет о квартирах однокомнатных, двукомнатных и первичный или вторичный рынок? Ну, как правило, это вторичный рынок. Первичного у нас, к сожалению, на данный момент нечего особо выбрать. Но и по стоимости это есть определенная стоимость квадратного метра, которая выделяется на приобретение этого жилья. Ну, как правило, это что-то среднее на вторичном рынке, какие у нас на сегодняшний день есть цены. Скажите, насколько забюрократизирована сама процедура закупки жилья и распределения его среди детей-сирот? От начала процесса до конца сколько по времени это может растянуться? Месяц, два, полгода? Задача именно конкретно депутатского корпуса и департамента по работе с активами максимально убрать бюрократию из этого процесса, сделать его максимально открытым и публичным. Обо всех нюансах, деталях принятия документов также люди могут узнать в этом департаменте, и им максимально полезно и максимально ответят на все их вопросы, чтобы не было никаких дополнительных заблуждений. Скажите, а где находится этот департамент? Департамент на сегодняшний день находится напротив ДК Марка Хим. Есть еще второе направление этой программы, это помощь домам семейного типа. Тоже вы планируете внести какие-то изменения? Да, одно из изменений, которые мы планируем внести на этой сессии, также будет выделение порядка 50 тысяч гривен для дома семейного типа. Там сегодня 4 ребенка под опекой у родителей, и в октябре они планируют еще усыновить двое детей. То есть будет 6 детей, и мы для них приобретаем дополнительную бытовую технику для их нужд. То есть на нынешней сессии, которая планируется, пока в центре внимания одна семья? Речь идет об одной семье? Один дом семейного типа. Но на данный момент следует сказать, что вот эта программа «Большая семья» направлена на то, чтобы этих домов семейного типа стало как можно больше, чтобы мы уходили от государственных учреждений, таких как интернаты, вот как мы привыкли. Все видят, что ребенок зачастую по заявлению родителей, либо оставшись сиротой, попадает в эти учреждения, его государство обеспечивает до совершеннолетия, и потом он выходит в социум, и он крайне не адаптирован к этой среде. То есть у него есть большие риски либо подвергнуться алкоголю, наркотикам, не совсем благоприятной социальной среде, окружению. И для этого и созданы эти дома семейного типа, чтобы ребенок рос в семье, рос с родителями, был сначала уже адаптирован к жизни настоящей, реальной, так сказать, и понимал, что его ждет в возрослой жизни. И тут еще на помощь, так скажем, приходит городской совет, который способствует тому, чтобы этот ребенок рос и мало в чем нуждался, и возможно, чтобы у него к совершеннолетию уже появилось жилье. Потому что вот то, что мы приобретаем, это постановление Кабмина, и там было четко указано, что это должны быть ребята от 18 до 23 лет. — Скажите, а сколько на сегодня вот в Мариуполе таких домов семейного типа? — Домов семейного типа, если я не ошибаюсь, около девяти. — Около девяти. И в них воспитывается сколько детей? — Не скажу. — Есть конкретно это? — Но эта цифра намного меньше, чем те ребята, которые воспитываются в государственных учреждениях. И наша вот стратегия, конкретно эта программа направлена на то, чтобы количество в государственных учреждениях уменьшалось, а количество в домах семейного типа увеличилось. — Если взывать к постановлению Кабмина, о чем конкретно, в чем конкретно, вот какую статью мы пытаемся соблюдать, и какой указ мы пытаемся соблюдать вот этими решениями и программами? — Это конкретно было постановление Кабмина по поводу приобретения жилья для детей-сирот. То есть касается именно жилья? — Конкретно именно детей-сирот, именно жилья. Потому что, как гласит статистика и в целом анализ этой ситуации, что основной проблемой для этих детей является то, что у них нет жилья. Даже если были родители, и у них было какое-то жилье, зачастую оно в очень плохом состоянии, не совсем адаптировано под жизнь. — Кроме финансовой поддержки и детям-сиротам, и домам семейного типа, может быть, многодетным семьям, семьям каким-то неблагополучным, какой еще город оказывает поддержку, кроме финансовой и приобретения жилья? — Общаясь со своими коллегами-депутатами из других городов, Запорожья, Киев, Днепр, Львов, такие, казалось бы, немалые города, и они даже иногда удивляются тому, насколько мы много внимания уделяем нашим новым мариупольцам, нашим детям-сиротам, нашим семьям с такими тяжелыми обстоятельствами жизненными. И мы понимаем, что дети — это наше самое главное, это наша цель, чтобы воспитать нормальное поколение подрастающее, которое в перспективе здесь будет учиться, развиваться, работать. И мы создаем для них все условия. Эта программа также направлена не только на приобретение жилья, но и на повышение квалификации сотрудников, которые занимаются с этими детьми, для того, чтобы родителям, этим детям, специалистам постоянно проводили обучение, тренинги, чтобы они владели всеми новыми методиками работы, и чтобы максимально этот процесс развивать. — Скажите, пожалуйста, а эта программа распространяется на детей-сирот, вот переселенцев вы сказали о том, что в городе очень много переселенцев, дети, которые переехали в Мариуполь с оккупированной территорией? — Это касается только тех, кто зарегистрирован в Мариуполе. — То есть обязательно регистрация в Мариуполе? — А если есть прописка мариупольская? — Это тем самым не есть. — Ну регистрация, а, ну то есть не обязательно привязка какая-то, то есть регистрация, вы имеете в виду, что прописка, даже если ребенок вот там… — Ребенок должен быть зарегистрирован и проживать в Мариуполе. — В Мариуполе. А если он имеет жилье на неподконтрольной территории, но ребенок… — Ну это прописано в порядке. Если у него уже есть жилье, и оно в нормальном состоянии, то зачастую таким детям, к сожалению, отказывают, потому что у них уже есть жилье. Ну и в целом, что я думаю, эти изменения будут поддержаны нашими депутатами на сессии городского совета, потому что это забота о наших детях, и мы будем все делать для того, чтобы максимально увеличивать финансирование, исходя из наших возможностей. — Ну я буквально уверена, что изменения вы примете. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Нам время приходить ко второй теме нашей программы. Тема эта будет касаться возможного повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте, в коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях. О том, будет или не будет повышения, поговорим с нашим вторым гостем, но после того, как посмотрим сюжет. Обычно Максим ездит на коммунальном транспорте, предпочитает автобусы, говорит, в них много места и есть кондиционеры. — Когда было жарко сильно, в маршрутках нечем дышать. Если я хочу с комфортом, на том поеду, на 15А, к примеру, а если я хочу быстро дыхать, я пойду на маршрутки. С 1 октября стоимость проезда могут снова повысить на 1 гривну. В трамваях и троллейбусах билет будет стоить 5 гривен, в коммунальных автобусах – 6, как в маршрутках. Мариупольцы эту новость восприняли неоднозначно. — Везде сейчас все повышается, и цены, и проезд. И у людей, мне кажется, не будет достаточно денег обеспечить себе проезд. Им приходится ходить пешком. — Я считаю, дороговато это, потому что в Киеве цены намного меньше на транспорт. А у нас Мариуполь, у нас меньшее расстояние. — Если повысится в коммунальном транспорте, начнет расти и стоимость в маршрутках обычно, это будет уже достаточно такие неподъемные траты. Татьяна работает кондуктором 2 года. Считает, повышение цены на проезд на количество пассажиров не повлияет. — Людям все равно в любом случае нужно ездить по делам, на работе и так далее. Люди, которые работают на пяти дневке и учащиеся, очень многие пользуются проездными билетами. — Василий Клад, директор департамента транспорта и связи, наш второй гость. Добрый вечер, Василий Иванович. — Добрый вечер. — Ну вот в сюжете мы слышали, что некоторые мариупольцы опасаются того, что в связи с возможным повышением стоимости проезда может измениться количество людей, которые будут пользоваться коммунальным транспортом. Вы как считаете? — На сегодняшний день жители Мариуполя более 80% пользуются и коммунальным, и полностью общественным транспортом, и маршрутными такси, и автобусами, трамваями, и троллейбусами. Поэтому, я думаю, ничего не изменится, пассажиропоток устойчивый, транспорта в городе не хватает, и транспорт необходимо развивать. Никакое развитие транспорта невозможно без экономических составляющих. — Вот экономические составляющие. Многие мариупольцы, и даже, я бы сказала, большая часть, выбирают сейчас коммунальный транспорт, потому что, да, с одной стороны он более комфортный, если мы говорим о больших автобусах, которые появились на дорогах Мариуполя, и B — это цена. Цена несколько ниже, чем частные маршрутки. Теперь же, я так понимаю, есть риск и большая вероятность того, что цена уравняется. И тогда, почему мариупольцы должны в большей степени выбирать коммунальный транспорт, если цена одинаковая? Упывать на качество? — Во-первых, проходят экономические процессы, которые связаны с повышением энергоносителей. В первую очередь, из-за чего вызвано повышение? Идет рост электроэнергии. И сейчас он по сравнению с августом прошлого года уже вырос порядка 20%. Идет рост дизельного топлива — порядка 25-30% по сравнению с августом прошлого года. Идет повышение уровня заработной платы работников. То есть тариф не стоит на месте. Экономическая составляющая стоимости проездов в городском коммунальном транспорте составляет более 10 гривен. Это реальная стоимость без инвестиций, без того, что мы будем приобретать. Поэтому, соответственно, город такую финансовую нагрузку сам потянуть не может. И жители, которые пользуются транспортом, должны этого понимать. 150 миллионов, которые выделяет городской совет на операционную деятельность ТТУ, я так понимаю, и эти деньги не покрывают затраты? 150 миллионов, если не повысить стоимость проезда, заканчиваются в ноябре месяце. Два месяца ни на электроэнергию, ни на зарплату, ни на дизельное топливо денег не будет. Поэтому эти деньги необходимо сейчас уже предусматривать и планировать. Если мы не проведем повышение стоимости проезда, то напросто не за что будет покупать дизельное топливо и электроэнергию. Предприятие нельзя остановить. Но новость о том, что Мариупольская ТТУ работает в убыток, это уже не новость. Мы с вами об этом говорили и на предыдущих наших встречах. Сегодня о каких цифрах ежемесячных идет речь? Речь идет уже, я сказал, о реальной стоимости проезда больше 10 гривен. Мы можем посчитать, сколько реально, в каком убытке трамвально-троллейбусное управление ежемесячно? Вот сколько мы теряем? Можем посчитать, посчитаем. Пока не можем посчитать? Не, ну сегодняшние цифры, это не сегодняшнего эфира. Это очень большие цифры, и они измеряются миллионами, они измеряются километрами пробега. Об этом можно говорить не один день. А есть еще такой момент, мы о нем слышали в сюжете, что люди опасаются, что повышение стоимости тарифа в коммунальном транспорте повлечет повышение в частных маршрутках. Вот сейчас какие-то ведутся переговоры, есть понимание ситуации? Потому что сейчас маршрутчики захотят сделать проезд, например, 7 гривен. Думают, если в коммунальных автобусах тоже 5-6. Ну, я уже сказал, что стоимость реального проезда больше 10 гривен. Она ничем не отличается коммунального автобуса от частного транспорта. Та реальная стоимость, которую платят жители, она показывает на состояние транспорта. Если денег недостаточно, значит, в ремонт и в содержание транспортного средства не вкладываются средства. Поэтому мы видим техническое состояние маршрутных транспортных средств, которых с каждым месяцем в городе Мариуполе становится все меньше и меньше. Из-за чего? Потому что этот бизнес уже неприбыльный, и за эти деньги вести этот бизнес дальше невозможно. Поэтому нам решать, мариупольцам, как дальше будут развиваться маршрутные такси. Будут они или не будут. Будем повышать, они будут развиваться. Не будем повышать, они медленно-медленно уйдут с рынка. И тут наша задача успеет, городской транспорт к этому времени преобразиться, успеет увеличиться в своем количестве. И насколько мы успеем подхватить. С какого числа планируется поднять стоимость проезда? Решение будет принято из полкома в октябре месяц. Решение принято будет в октябре месяц? Да. Ну, так понимаю, что это формальность? Это первая, первая, максимум вторая декада октября. У нас есть телефонный звоночек, Арсенович, давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему в маршрутках не дают билеты? Я говорю, это страховка пассажира, они смотрят на дураковых людей, которые дают билеты. Скажите, пожалуйста, а речь идет о маршрутках или о коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях? А в вашем маршрутках, понимаете, это страховка пассажира, я им заказываю, они смотрят на меня. Я в модели кондукторе и не дают билеты, вообще нет в углу. Спасибо большое. Ну, в коммунальном транспорте, насколько я знаю, и сама часто пользуюсь им, всегда дают билеты. Маршрутки, да. Это говорит о плохом, да, плохом, маршрутных такси и коммунальный транспорт уже сейчас стоит на два где-то шага выше, чем маршрутные транспортные средства. Естественно, с этим надо работать. Это психология людей и, соответственно, такое же качество обслуживания, которое они предъявляют, оно несоответственно. Василий Иванович, на прошлой неделе в Мариуполе появился новый маршрут, наверное, самый короткий в городе. Маршрут, который связывает железнодорожный вокзал и театральное кольцо. Курсирует троллейбус, троллейбусный маршрут. Ну вот прошла неделя, признаюсь честно, люди не очень понимают, зачем этот маршрут нужен. Ну, мы преследовали целью эксперимент. Большого количества транспорта в городе не добавилось, и организовывать новые маршруты нечего. Понимаем потребность жителей в длинных маршрутах Левый берег железнодорожный вокзал, Кальмиузский район железнодорожный вокзал, но эти рейсы занимают более часа, и для того, чтобы организовать такие маршруты, надо иметь по 10 единиц на каждом маршруте. Соответственно, и один, и второй требует 20 приобретений, 20 троллейбусов, которых в городе нет. Поэтому экспериментально был запущен короткий маршрут для того, чтобы понять, какой будет пассажиропоток, какой будет спрос на этот маршрут для жителей этого микрорайона, слободка частного сектора, как они будут оттуда выезжать, пользуются они или нет. И также для жителей города, которые пользуются поездами и электричками. На сегодняшний день уже вторую неделю прошла обкатка, пока пассажиропоток слабый, ну и скорее всего будет принято решение от теста. Он, в принципе, не открывался, он был просто запущен тестово для того, чтобы понять пассажиропоток. 10 машин, вы сказали, 10 единиц техники, нужно только на одно направление, чтобы связать железнодорожный вокзал с тем же Кальминским. Да, сделать какой-то более-менее доступный интервал в районе 15-20 минут между машинами. А есть ли вариант, может быть, интервал будет больше, не 10, не 15 минут, а 20 минут, 25 минут, и тогда, допустим, задействовать не 10, а 5 машин? Есть такие перспективы? Ну, как говорит практика, маршрут живет тогда, когда интервал составляет хотя бы 15 минут. Разрывы в полчаса, они больше носят такой ситуационный характер, подача транспорта под времени. Конечно, будем экспериментировать, будем смотреть, но для этого необходим транспорт. Транспорта, к сожалению, пока нет. Снимать этот транспорт с других маршрутов пока не целесообразно. Около полугода назад вы запустили новый транспорт на отдаленные морепольские поселки, Курчатова, поселок моряков, микрорайон Чаремушки. Сегодня можно говорить о рентабельности этих маршрутов? Они оправдали те просьбы жителей, которые были в течение многих лет адресованы? Ну, скажем так, о рентабельности нельзя говорить. Я уже сказал, реальная стоимость проезда более 10 дней. Ну, хотя бы более-менее минимальная. И нельзя говорить сейчас о прибыльности, поскольку мы возим более 70% жителей льготной категории. За которых никто не компенсирует, кроме городского бюджета. Поэтому коммунальный транспорт в рентабельность пока выйти не может. Когда мы четко определим, что мы должны делать в государстве, в городе с льготной перевозкой пассажиров, кто будет за это все платить, тогда можно говорить о рентабельности. Но вопрос монетизации, насколько я понимаю, до сих пор в воздухе висит. Монетизация висит в воздухе со стороны Верховной Рады и со стороны Кабинета Министра. Решение никто не принимает. Самое оптимальное решение – это выделить пенсионерам деньги, для того, чтобы они могли оплачивать проезд. Еще одна новая троллейбусная линия планируется, что появится в Мариуполе. Работу мы видели тоже на той неделе. Тестовый троллейбус проехал по улице Куприна. Маршрут, я так понимаю, будет связывать с микрорайон Западный, с АЭС-2? Ну, на самом деле не совсем так. Это мы сейчас ведем тестирование от АЭС-2 до кольца Порт-Сити. Проверяем натяжение контактной сети, идут электрические испытания. Но это все технические вопросы, которые связаны с запуском этой линии, введением этого участка в эксплуатацию. Опять повторюсь, нехватка транспорта в городе большая, и количество троллейбусных машин еще не увеличилось существенно. Мы ждем европейских кредитов для закупки транспорта. Тогда можно говорить о серьезном увеличении и создании новых маршрутов. Пока мы сейчас рассматриваем несколько вариантов продления существующих маршрутов, но в целом новых машин пока нет. Ну вот если мы говорим о троллейбусной линии на Куприна, я знаю, что договор с подрядчиком был подписан еще в конце 2013 года, и вот только теперь вы тестируете. Почему затянулся процесс? Или может быть вы не затянулся, и это нормальная процедура, когда почти 4 года занимает время? Ну процессом строительства занималось управление капитального строительства. Здесь были финансовые вопросы, технические вопросы. Здесь очень много было вопросов по вводу в эксплуатацию питающих кабелей и подключение тяговых подстанций, разработка регламентов. Ну естественно, были какие-то недоработки в самом проекте, но в принципе он идет к завершению. Знаете, в Краматорске на днях планируют запустить новые современные троллейбусы, называются электробусы. С автономным ходом. Да. Вот в Мариуполе, скажите, так что-то подобное не предполагается? У нас в плане закупки троллейбусов за европейские дизни планируется приобретение 15 таких троллейбусов с автономным ходом, с возможностью опускания штанги движения без электроэнергии порядка 20 километров. Так что все мы будем пробовать уже в следующем году. Если все у нас получится, то троллейбусы поедут. То есть я так правильно понимаю, если не будет света, то и такие троллейбусы тоже будут ездить? То есть если нет подачи электроэнергии, троллейбусы... Они не для этого, они предназначены для того, чтобы, скажем так, две трети пути двигаться под контактной сетью и одну треть пути двигаться без контактной сети. А дальше они должны динамически подзаряжаться в движении. То есть они способны проехать 20 километров без подзарядки. Через 20 километров им необходима контактная сеть. Ввиду грядущего повышения тарифов, скажите, вот всегда и во все времена мариупольцы, чтобы сэкономить на проезде, они покупали проездные билеты. Вот насколько сейчас востребована эта система? Сколько стоит? Сегодня мы оставляем стоимость проездных билетов на том же уровне, который она была без этого повышения стоимости проезда. Это довольно-таки лояльная стоимость — 250 гривен в месяц. Для взрослого человека это 60, если каждый день 30 дней делать две поездки, 60 поездок, стоимость проезда составляет 4 гривны 17 копеек. И льготный студенческий ученический половина стоимостью 50% — 125 гривен в месяц. Я думаю, что это доступные цены для каждого мариупольца. 250 гривен в бюджет любой семьи выдержит и 125 гривен в бюджет любой семьи студента тоже выдержит. Билет распространяется на все виды коммунального транспорта. Да, это, скажем так, прецедент, которого в Украине практически нет. Есть такие на один автобус, на один троллейбус, но мы этим проездным на все виды транспорта. Да, и учитывая то, что в центре города реальное хорошее покрытие общественного коммунального транспорта, то, используя пересадки, можно добраться в любой конец города. 12-й, 15-й, 13-й маршруты — это самые распространенные маршруты, которые связывают и Левый берег, и Приморский район, и Кальмиусский район, и Центральный район. Спасибо большое, Василий Иванович, что пришли к нам в пятничный вечер. Мы переходим к третьей теме нашей программы. Тема эта будет касаться грядущего дня города. Как Мариуполь будет праздновать этот день? Мы сегодня спросили у наших горожан, за что они любят Мариуполь. Давайте послушаем, затем поздороваемся с нашим третьим гостем. За уютность, за все, что рядом, какие-то важные места, можно быстро добраться. Люблю, вот порядок делают, всегда красиво. Вот это мне нравится. Площадь делают, дороги, асфальты новые стелят. И мэр у нас очень хороший. За архитектуру, оставшуюся от старого города. Если спускаться ниже драмтеатра, там особенно очень красивое здание с различными архитектурными элементами. И это невероятно вдохновляет. Самые замечательные девушки, самые незначительные люди. Потому что они не отчаиваются, несмотря на все это положение, происходящее в стране. Потому что здесь моя семья, и здесь мир. Мы многое пережили за последние годы, поэтому нам это дорого. Это очень сложный вопрос, люблю ли я этот город вообще. Но, наверное, за то, что здесь есть море. Наверное, за то, что это мой родной город, я здесь родился. Я люблю Мариуполь за то, что здесь есть хорошие парки. Здесь можно погулять, ну и с детьми, и с подругой. Просто пройтись. И за то, что сейчас его обустраивают, как бы инфраструктура, ну хорошая. Как бы есть будущее у города. Вообще за море. Оно меня вылечило в свое время. И вот сейчас перестройка пошла. Мариуполь стал еще больше нравиться. Александр Кочурин, заместитель городского головы. Добрый вечер, Александр Александрович. Добрый вечер. Ну а вы за что любите Мариуполь? Наверное, в одной вещи это тяжело сформулировать. Я бы сказал три. Это первые люди, вторая история, третье море. Тоже море? Море, безусловно. В Мариуполе не перестройка, наверное, а новая стройка сейчас происходит. Капитальная стройка, да. Вот мы сегодня с вами говорим о грядущем Дне города. Есть такой прецедент, что в этом году празднование Дня города перенесли на три недели. Вопрос номер один. Есть ли у вас информация, успеют ли те работы, которые сейчас ведутся в центре города, завершить к этому празднику? Спасибо за вопрос. Буквально перед эфиром я был в театральном сквере за вот этим зеленым забором, о котором все говорят и которых все обсуждают. Безусловно, работы очень большие. И говорить о том, что началась их реализация в середине июня, и буквально это два с половиной, три месяца. Для таких работ это очень короткий срок. Мы идем в срок, с подрядчиком тоже об этом разговаривали. Буквально ко дню города все будет готово. Нам это обещают. В этом году День города решили разбить на два дня. То есть часть праздниц будет проходить 29 числа, это будет вторая половина дня. Ну и основные гуляния будут 30 числа. Чего ждем, что в программе? Да, действительно, 29 мы будем разогреваться и 30 будет финальный аккорд. 30 числа, если мы говорим о целом дне, все активности уже будут у нас практически с 8 утра и до 22.30. Все начнется спортивной программой, когда у нас будут три вида забегов. Это и семейные забеги, это и забеги среди спортсменов, среди любителей. Также у нас будет стритбол-соревнование по уличному баскетболу. Все активности максимально мы также будем концентрировать внутри театрального сквера, вокруг нашего нового фонтана, который будет также работать в эти дни. Будет также парад истории города, новая веха, новый формат. А в чем будет заключаться новый формат? Мы на двух-трех платформах, сейчас посмотрим, как они вместятся, пройдет такая экспозиция истории города, о том, откуда и была и начиналась его история и до сегодняшних дней. Также это мы еще продублируем и сделаем новое 3D-шоу, которого не было до сегодняшнего дня в городе. И мало когда, редко оно проходит в общем стране, используя фасад драматического театра, финальным аккордом после выступления всех артистов. Это будет 10-минутное 3D-шоу на фасаде нашего драматического театра, где будет также представлена история нашего города. После выступления каких артистов? Я знаю, что звезды предполагаются. Да, сегодня мы уже можем говорить о четырех группах и артистах. Это Star Band, это популярная сегодня группа молодых ребят, которые исполняют песни современные и популярные песни поп-эстрады. Также будет группа Лепреконцы белорусская, будет Артем Пивоваров и певица Джамала. Скажите, я знаю, что в этом году организацией Дня города занимался не только сам город, но и еще какие-то приглашенные люди. Так ли это и кто занимался? Кто основной организатор? Поскольку дата достаточно ответственная и юбилейная, 240 лет, мы решили не только своими силами реализовать этот проект, а также подключить профессионалов. Мы выложили эту закупку и свое техническое задание в систему Прозора и подключили дополнительно к нашим инициативам еще соорганизаторов нашего мероприятия. Скажите, а много было желающих через Прозора сделать для Мариуполя День города? Скажу так, мы закупку объявляли два раза. В первый раз торги не состоялись по причинам того, что не заявилось нужное количество участников. Там был один или вообще не было ни одного. Уже вторые торги прошли, и у нас было два участника, и один из них одержал победу. Не скажу, что это просто. Для Мариуполя, всегда учитывая нашу логистическую составляющую, это всегда непросто найти подрядчика по любому из вопросов, начиная с тройки, заканчивая мероприятиями. Я знаю, что вот тот план мероприятий, который уже сегодня утвержден, он, ну скажем так, это не тот план, который был изначально, и вы много и долго обсуждали, как же это будет, что проводить, у вас было много совещаний. Это обычная практика или какие-то камни преткновения были? Да нет, мы буквально каждому мероприятию готовимся ответственно. Здесь за ширмой любого нашего действия, любого массового скопления людей, стоят и организационные вопросы с точки зрения самого экшена, что будет происходить. Стоят и вопросы безопасности, стоят вопросы бытовые для коммунальных служб, стоят вопросы для транспорта и обеспечения вывоза людей. Поэтому эти совещания для нас это регулярная задача. Но просто с точки зрения проведения Дня города, это вдвойне ответственно. Ну, с вашей точки зрения, Мариуполю 240, что такого необычного прям, вот необычного необычного будет в этом году, что мариупольцам стоило ждать этого дня, несмотря на то, что дата была перенесена. Я бы сказал, что фонтан. То, как я смотрел, как он работает в тестовом режиме, то, какой вид имеет эта площадь, это просто невероятное мероприятие. И то оборудование, которое там задействовано, аналогов ему в Украине нет. Фонтан — это будет изюминка нашего города. Скажите, а фонтан пешеходный? Безусловно. Потому что разные слухи ходят. Кто-то говорит пешеходный, кто-то не пешеходный. Вот пешеходный — сто процентов. Нет, пешеходный фонтан. Сегодня сам по нему ходил, поэтому смотрел. Да, поэтому абсолютно подтверждаю. Вы сказали о том, что программа рассчитана до 22.30. Ну, я видела в программе, там есть, скажем, время 23.00, мероприятие, которое будет, если я не ошибаюсь, на водной станции. Что там будет происходить? Да, для молодежи уже в ночное время на Азовстальской лодочной станции будет также такое мероприятие под открытым небом, условно говоря, дискотека, говоря современным языком, где тоже все могут, кому не хватило этого времени, прийти еще туда и там до 5 утра провести это же время. Большие мероприятия. И обычно после таких праздников город отсыпается, и плюс груды мусора. Вот вы говорите, что поставлена задача перед коммунальными службами, я так понимаю, больше упор на понедельник. У них понедельник, у коммунальных служб, начинается понедельник с 24.00, с переходом на 00.00. Поэтому они на самом деле будут выходить уже на работу с 2 часов, с 4, с 5. И задачу нам всегда городской головой ставить, чтобы когда люди уже будут выходить на улицы, чтобы на пешеходных тротуарах везде был порядок. — Полиция, так понимаю, тоже будет работать в усиленном режиме? Есть договоренности? — Безусловно, да. — Сколько вот это вот изобилие красок и такой вот очень плотный график, столько много мероприятий, во сколько обойдется городскому бюджету? — Систему закупок Прозора, это открытая информация, мы объявили закупку на 3 миллиона 800 тысяч гривен. Туда входят артисты, туда входит праздничная сцена, обеспечение генераторами и прочим. — Скажите, это первый день города, который вы отмечаете в Мариуполе? — Да нет, это уже мой седьмой день города. — Но вы не коренной Мариуполе? — Семь лет назад переехал сюда. — Вот за эти семь лет какой самый яркий был день города в вашей памяти? Вы помните? — Я надеюсь, что самый яркий день города… — Если не учитывая тот, который предстоит. — Знаете, каждый день города, он уникален по-своему. Поэтому в прошлый раз у нас была там «Червона рута», до этого у нас были мероприятия, где выступали разные артисты. Я готовлюсь к этому, мы всегда, когда работаем с моим коллективом, говорим о том, что каждый последующий проект должен быть лучше предыдущего. Поэтому мы забываем о том, что мы реализовали, только прорабатываем те нюансы, которые нам не позволили некоторые вещи сделать, и реализуем следующий проект. Также хотел отметить, вы спрашивали, что уникальное будет. Уникальным у нас будет открытие, наконец-то, водонапорной башни, которая каждый житель нашего города, начиная с 30-го, 0-9-го, сможет туда попасть свободно, открыто, подняться на все шесть этажей и все шесть ее ярусов и посмотреть на все точки города сверху. Какие-то почетные гости к нам приедут, предполагается? Протокольная служба отдельно отрабатывает эти моменты, поэтому финальный список всех почетных гостей мы узнаем буквально в понедельник. Спасибо большое, что пришли к нам в студию в этот пятничный вечер. Яркого на вам незабываемого дня города, все мы надеемся, что мы не зря ждали этого дня. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, что были вместе с Троеточием. Оставайтесь на нашем канале сразу после завершения нашей программы. В эфире информационная программа «Зеркало» о самых ярких и интересных событиях этого дня. Берегите себя. Увидимся с вами обязательно в следующую пятницу. Всего доброго. Продолжение следует...